Музыка Такое количество людей болеет за сборную России Музыка Всем привет, инсайдики Сегодня 16 декабря И мы двигаемся с вами На Кубок Первого канала Наконец-то Сегодня уже второй день Вчера, 15 декабря Была открытая тренировка сборной России И встреча сборной Белоруссии и Казахстана Которая закончилась С победой сборной Белоруссии Сегодня нам посчитается увидеть Первый международный турнир 3 на 3 Лиги Ставок И Федерация Хоккей России И первая игра У сборной Китая Со сборной Белоруссии А сейчас мы с вами идем Получать аккредитацию Как пресс Сегодня мы с вами как пресса Вот мы аккредитовались И можем начинать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Такая красота была в перерывах Между матчами А перед игрой сборной России Выступала известная фигуристка Александра Трусова А вот и наши начали свою первую игру Со сборной Казахстана ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К сожалению, в основное время Выявить победителя не удалось И по правилам формата 3 на 3 Были назначены пулиты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, тут, собственно, оно чтобы оговорить излишнее. Очень здорово то, что такое количество людей болеет за сборную России. Как ваши эмоции все-таки выиграли у команды хозяев? Да, было круто. Очень интересный опыт. Много болельщиков. Очень приятно. Слышали свою родную поддержку? Ну, не особо, честно говоря. Но, да, я знаю, что меня поддерживают. У меня от брата двоюродно учатся. И так пока. Новый формат 3х3. Ты вообще сам впервые в такой играли? Именно 3х3? Ну, нет, почему? В Овертайм же у нас есть 3х3. Ну, все-таки прям как полноценно. А, именно полноценно, без всяких силовых, без всякого такого. То это первый мой опыт, да. Мне кажется, это очень интересно. Что мне понравилось? Это очень интересно. В принципе, игра атакующая. Ты должен забить, стараться, выиграть. Забить больше, чем соперник. Не хотелось в какой-то момент после 7 минут вообще продолжить дальше играть? Это очень непривычно. Нет, это действительно очень классно. Мы играем в хоккей. Мы любим играть в хоккей. Это хоккей. Тут все просто. Успеваете отдыхать в такие короткие промежутки? Да, почему у нас не 20 минут игры, а всего лишь 7 минут. И, в принципе, не так много смен. В принципе, да. Но все-таки, если бы сказали, вот, все три дня поиграть в 3х3 или все-таки стандартно? Ну, вот, все три дня поиграть, конечно, стандартно, но где-то можно и такое себе позволить. Это разбавляет атмосферу. Что-то новенькое для болельщиков, для нас. Когда узнали то, что в составе, может быть, как-то по самому собирались на турнир? Состав я узнал вчера. В принципе, все узнали вчера, потому что вчера выложили. И все. Не-не-не, вообще, когда вот узнал, что ты вообще в хокке Первого канала участвуешь, ты можешь? А, это было перед выездом. Мне сообщили, в принципе, я обрадовался и собрал вещи и полетел. Все просто. Хотел бы, может быть, какие-то еще видеть сборные других стран на кубке? Да, было бы интересно собрать, наверное, около 12-13 сборных. Ну, всех европейских, там, может быть, Швеции, Финны тоже умеют играть в хоккей. И было бы интересно, да, действительно. Расскажи, если вот вы играете, да, прям все, будет ли это какая-то, может быть, мотивация к Новому году? Двойная победа, двойное празднество игры? Ну, честно говоря, не знаю. Мы сейчас получаем огромное удовольствие, получая энергию, наверное, от таких болельщиков. Очень много болельщиков. И, в принципе, все классно. Хотел бы еще, может быть, получать? Да, почему нет? Это круто, как я и сказал раньше, это прикольно. А перед матчами за первое, второе и третье места выступил Марк Кондратюк, олимпийский чемпион по фигурному катанию. А вы о себе? Да, какая? После того, как сборная России вышла и заняла третье место, ряды значительно опустели. Но большинство продолжает болеть и выделяет для себя фаворита Белоруссию. Дамы и господа, в честь победителя турнира звучит государственный гим Республики Беларусь. Привет, Аталина. Привет. Расскажи, пожалуйста, как ты попала на Кубок Первого канала? На самом деле очень случайно. Я скучала, скроллила ленту в ВК, наткнулась на паблик, я уже волонтер. Там было это замечательное объявление о поиске волонтеров на Кубок Первого канала по хоккею. Нужно было провести викторину. Так как удачно оказалось, что выбрали именно меня. Прошла отбор, не знаю уже сколько человек, но очень приятно. Атмосфера тут заряженная. Очень приятно ощущать себя частью большой команды, которая работает на то, чтобы организовывать это мероприятие. И, в общем, эмоции самые, что у меня есть, лучшие. Да. Буду участвовать дальше. Спасибо. То есть ты впервые на хоккей? Да, да, да. Как тебе вообще в целом Кубок Первого канала? Ой, очень увлекательно. Сборные? Да. Ну, сборная России, конечно, лучшая. Да, что ты думаешь? Да, всегда лучшая. Несмотря на то, что… Так вышло, что мы заняли всего лишь третье место. Ну, третье место – позовое место, так что это очень даже неплохо. Вот. Я рада за нашу. Спасибо.